Сейчас я затрону буквально один маленький короткий вопрос, который когда-то звучал не как вопрос, а как требование. Как будто говоривший вот эту вот фразу по отношению ко мне, имел право вообще суваться не только в мою личную жизнь, но и в мой карман. Так вот, суть высказывания сводилась к тому, что истинный тренер денег за тренировки не берет. Вот, я несколько был поначалу озадачен таким вот высказыванием этого человека, но потом, когда я сопоставил различные примеры из жизни, примеры со стороны, я понял, что этот человек, который так вот говорит, не имеет никакого отношения ни к восточным единоворствам, ни к, как они любят выражаться, к боевым искусствам или вообще к какому-либо спорту. Потому что на примере, допустим, тех же самых китайских тренеров, приезжающих в Европу на семинары по Тай Цзи Цюань, вот вам один из маленьких случаев. У нас вот в городе устраивали как-то трехдневный семинар для людей и было написано во всех флайерах, что минимальное количество людей в группах должно быть 10 человек. Так, стоимость семинара, чтобы вам было понятно, в долларах я вам скажу, 600 долларов за сутки, ну в смысле за один день. То есть по три часа в день вы платите три раза, получается 9 часов 1800 долларов. Это сумасшедшие деньжища, это огромнейшие деньжища. Якобы приезжает какой-то великий, блин, гуру, блин, Тай Цзи Цюань из Китая, всю жизнь самых пеленок занимающийся тай-чи. И его последователи, его ученики, живущие здесь, занимающиеся по 20-30 лет этим Тай Цзи Цюань, могут вас обучить великому боевому искусству, которое боевым искусством, блин, не является вообще по сути. Это всего-навсего оздоровительная гимнастика. Посмотрим на это немножко иначе. Когда происходила вот эта коммунистическая китайская революция, Хунви и Бины уничтожили абсолютно все, что было связано с традиционными восточными единоборствами, подчистую. Но когда они поняли, что елки-палки, на этом можно было зарабатывать деньги, они начали восстанавливать по крупицам то, что кто-то где-то в какой-то деревне, в каких-то горах знал. И вот так вот появились современные китайские мастера-патриархи, которые к тому, что складывалось десятилетиями, столетиями в Китае из этих силей по крупицам действительно в боевое искусство, никакого отношения не имеют. Но тем не менее, такие вот гуру, такие вот сифу приезжают в Европу, куда угодно, в Россию, на Украину, блин, куда угодно. И сгребают бабло. То есть, этим людям вы позволяете вас облапошивать. А тем, которые действительно занимаются всю жизнь, тем же карате, тем же тейквондо или кунг-фу, вы с этих людей требуете, чтобы они вам преподавали все это бесплатно. Ребята, что ж тогда, питаться святым духом или как? Так, один товарищ, скажем так, между нами товарищ в кавычках, возмутился по поводу того, что если бы он, если бы он брал за свои тренировки баснословные деньги, то у него не было бы отбоя от клиентов. Вы подумайте, о чем этот человек говорит. То есть, он считает, что чем выше он поднимет плату за свои тренировки, тем больше пойдет к нему людей. Не важно, что он абсолютно ничего не знает, не важно, что он абсолютно безграмотен не только в физической, но и в силовой подготовке в восточных единоборствах. Он несет какую-то отсебятину, стоит перед зеркалом, показывает вот такие вот движения сам себе, ему это нравится, он выкладывает это на общий осмотр в интернете, с него люди просто другие смеются. Еще кто-то там тоже возмущается по поводу, что, мол, нельзя брать деньги с людей за тренировки. Хорошо, как тогда жить? Вот мой вопрос, повторяю опять, как тогда жить, если не брать деньги за тренировки? Человек вкладывается, человек тратит свое собственное время, человек тратит средства, человек тренирует, человек делится опытом. Будьте добры за это выкладывать свои деньги. Не нравится? Занимайтесь по книжкам, занимайтесь по каким-то видеоклипам, каких-то сомнительных гуру, сифу или еще кого-то. Для примера вам вот еще. Действительно именитый человек, действительно мастер своего дела, Керншпехт, основатель европейской организации Венчун. Чтобы попасть на семинар к этому человеку, нужно заплатить 300 евро. Все, точка. Люди платят, потому что они знают, что у этого человека они могут получить знания, они могут поделиться, получить частичку его опыта и могут получить объяснение, почему нужно делать вот так, а не вот так. Они могут там получить эти знания, поэтому они платят. И это человек, который всю свою жизнь, действительно всю свою жизнь занимается и боксом, и грэплингом, и занимался каратэ, у него восьмой дан, и занимается Венчун. Причем он настолько хорош, что сами китайцы признали его действительно мастером этого дела. Так почему, к примеру, этот человек не должен брать деньги за тренировки или за семинары? У меня просто вот такой вот вопрос ко всем тем, кто считает себя великими экспертами в восточных единоборствах и думает, что если он подымет оплату за свои тренировки, то к нему пойдут люди. Да никто к вам не пойдет, елки-палки. Никто к вам не пойдет, потому что молодежь современная привыкла получать все на халяву. А вы, шарлатаны, ни черта не умеете, но пытаетесь поставить себя в один ряд с теми людьми, которые всю жизнь положили, блин, на изучение восточных единоборств, всю жизнь положили на свои тренировки и готовы делиться опытом не за копейки, а за нормальные деньги. И за бесплатно они этого делать не будут. Вот и все, что я хотел сказать. Если есть возмущающиеся, если есть сомневающиеся, пишите, поговорим.